Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вышел материал под названием Передозировка. Врачи сделали с Пугачевой все возможное. Кажется, конечно, что это об одном материал, но у нас, как обычно, о другом, но я думаю, что не менее важном. Мы с вами много говорили вчера о частичной мобилизации, сегодня опять о тех, кто уехал и так далее. Сегодня на просторах телеграм-канала Будда Гришна Новости, где у меня выходят острые новости, острые видео на политические темы и, в принципе, всякие разные новости. Очень актуальны на сегодняшний день. Мы с вами поговорим опять на очень важные темы. Но эта тема, мне кажется, тоже очень важна, исходя из того, что речь идет о конечном результате пластических операций Пугачевой. Значит, дело все в том, что после возвращения в Россию поклонники заметили, что правый глаз у Пугачевой открыт в полтора раза больше, чем левый. Это из-за передозировки ботоксом, заявляет пластический хирург. Также эксперты нашли у Пугачевой асимметрию в средней трети лица и провисание тканей. Значит, конечно, ее лицо – результат работы целой команды косметологов, пластических хирургов, однако всему есть предел, и омолаживаться бесконечно невозможно, иначе произойдет обратный эффект. Значит, врачи буквально бьются за нормальную жизнь Пугачевой, дают ей советы. Известный пластический хирург Иван Волоченков считает, что Алла Пугачева постарела из-за навалившегося на нее стресс, до которого некуда деться. Ну и дальше он рассуждает о стрессе и так далее. И все делается, рассуждение это, на фоне фотографии, где Пугачева была в гостях у Юдашкиных. Значит, все дело в том, что, по словам специалиста, у нее синдром снайпера – это распространенное довольно явление, возникающее после вторичных амолаживших операций косметологических процедур. Первое, на что мы обращаем внимание, это глаз Примадонны. Правый глаз у нее открыт в полтора-два раза больше, чем левый. Это заметно даже на некачественных фотоснимках. Я это называю синдром снайпера, он возникает как негативная последствия ботулотоксина, значит, введенного либо в чрезмерной дозировке, либо по неправильным точкам. И то, и другое Алла Борисовна имеет место быть, потому что у нее уже была не одна пластическая операция. Естественно, после них анатомические точки смещаются. Также он, вот что пишет, справа у нее нет никаких бугров, вот слева заметно четкое разделение на выраженную слезно-скуловую зону и малярный мешок. Идет асимметричное провисание ткани, это может быть либо в результате чрезмерного стресса, либо в результате резкого похудения. Слезная борозда у Алла Бориса, наоборот, не ярко выражена. В этой зоне у Пугачевой наблюдается избыток мягких тканей. Вероятно, туда было введено большое количество филлера, или же собственный жир по методике липофилинга. Эту процедуру выполняют через единичные проколы без разрезов. Значит, кроме того, пластический хирург отмечает у Пугачевой сильное опущение верхней губы. Друзья, что я хочу сказать. Вот в чем посыл видео вообще. Вы знаете, вот я смотрю на Алферову актрису, еще на актрис, которые стареют естественно, которые... Мы очень много говорили об этих пластических операциях. И вы знаете, я недавно совсем смотрел какую-то программу. Я вот не помню программу, не помню, кто это говорил. Вы знаете, но очень правильные слова. Мне они очень понравились. О том, что натуральное лицо, чем оно прекрасно? Оно прекрасно тем, что и горести, и радости, и невзгоды, и мгновения счастья, и стресс, который сейчас мы все переживаем с вами из-за того, что происходит в мире, в нашей стране. И опять-таки положительные эмоции, они все отпечатываются на лице. И когда общаешься с человеком, который ничего с собой не делал, вот что меня... Я отметил для себя в этом интервью, что меня привлекло в этих словах. Значит, что когда общаешься с человеком, который ничего с собой не делал, ты чувствуешь дыхание жизни. Ты чувствуешь, что вот перед тобой живой человек. Не киборг, понимаете, а живой человек. А когда человек вот в годах уже, он выглядит, как будто ему там 25 лет, это, во-первых, не так, он так не выглядит. Это неестественно. Во-вторых, ты не чувствуешь дыхание вечности. Понимаете? Ты общаешься как будто с неживым, вот как будто с роботом. Нет какого-то обмена, что ли, я не знаю, вот тока в сердце, как вот выразился. Я не помню, кто сказал, я по вещу найду. Но действительно ощущение, даже восприятие человека, если ты не то, что не общаешься, а вот смотришь где-то на видео, по телевизору, какой-то нет, нет какого-то вот, знаете, внутреннего проникновения, что ли, потому что не видно следов жизни на лице. Кто-то скажет, ну и здорово, вот есть возможность, ну и молодились. Здорово-то здорово, но общаться, словом, мне лично, я не воспринимаю. А когда смотришь, женщина, она в годах настареет, естественно, вы знаете, как-то это проникаешься, проникаешься и это вот просто человек. Ты видишь слезами и улыбкой, и радостью, и болью, и это как-то воспринимается, не знаю, мне кажется, это проникает в сердца людей более глубоко. Мне кажется, вот вы знаете, может быть, никто об этом не говорил, но мне кажется, вот эти операции пластические в таком масштабе, которые стали делать, эти вот свистки, которые стали накачивать, грудь и так далее, это и разрушение института семьи, это и исковеркивание женской красоты, потому что красота – это естественность. Можно что-то подчеркнуть, но каким-то там небольшим макияжем, но вот это вот все уродовать себя – это опять-таки фастфудные проявления западных вот этих ценностей, которые к нам пришли. Это не наше. Поэтому мне кажется, что, может быть, это тоже влияло и на молодежь в первую очередь, потому что в одно время все девушки пошли качать себе. И сейчас многие колят, но я могу сказать, что это не от большого ума делается. Понимаете, в чем дело? И я понимаю, бывает, знаете, вот совсем ниточки там губы, как-то, конечно, тогда, да, может быть, что-то можно минимально. Но я имею в виду, что может быть еще, знаете, вот такое отсутствие отклика на человека известного. Может быть, еще и потому, что он становится просто роботом внешне. Ты уже не видишь его, как человек с эмоциями. Он его просто робот. И уже не воспринимается, как человек даже. Может быть, еще в этом тоже дело. Я очень рад, на самом деле, что сейчас идет такая трансформация всех сфер жизни общества. Она очень сильная трансформация, но все-таки трансформация. Почему? Потому что, мне кажется, это очень важно. Я очень рад, что сейчас пропадает вот эти, из-за санкций всякие эти, хренатень вся эта вот, для накачивания груди, попы, губ, я не знаю там чего, глаз, мозг. Вот мозг только, единственное, не научились накачивать. А так бы им все мозг накачать, тогда бы вот это ничего не нужно было. Потому что, вы понимаете, это неправильно. В 90-е годы нам на прилавке, опять-таки, Запад поставляет огромное количество журналов с отфотошопленными красотками, которых не существует в реальности, или там одна на, значит, генетически, там, на миллион, с вытянутыми ногами. Женщины пытаются этому соответствовать. Мужчины начинают искать таких женщин, и все, идет слом полный. Слом. А семья – это ячейка общества. Нам нужно возрождать семейные ценности. Нам нужно возрождать ответственность мужчины и женщины перед детьми. Ответственность мужчины перед женщиной и женщины перед мужчиной. Я считаю, нам предоставит огромную работу именно вот в восстановлении института семьи. Потому что сейчас никто не хочет нести ответственность за детей. Первые три года, смотришь, уже разбежались. Уже все. А у некоторых детей нет, они даже до этого не дошли. Нет понимания, что семья, что такое семья, что это святое и так далее. У нас патриотические вещи. Вот шаман спел песни, мы восхищаемся. Почему? Потому что мы истосковались по таким песням. У нас стали вымывать даже понятия патриотизм, родина и так далее. Самые святые вещи. Поэтому вот эти роботизированные женщины, мне кажется, это очень плохо. Друзья, понимаю, что в свете последних событий эта тематика может не самая востребована, тем не менее захотелось поговорить на эту тему. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, еще раз повторю, что если вам хочется смотреть серьезные новости, какие-то прям такие острые политические, которые касаются сегодняшнего дня, пожалуйста, телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Переходите, смотрите все новости, последние и в том числе мои видео, потому что здесь невозможно говорить, там цензуры поменьше, там хоть что-то можно сказать, что ты думаешь. И резервный запасной канал Будда Гришна. Новости здесь на YouTube. Друзья, подпишитесь, чтобы мы просто с вами не потерялись. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.